Мир Дома Рад тебя видеть, расскажи сначала, как у тебя дела, что нового нам всем очень хочется знать Ну дела, наверное, как и у большинства людей, которые соблюдают карантин, режим самоизоляции Вот, поэтому находимся дома, тренируемся дома, все делаем дома Поэтому ждем, когда вся эта ситуация как можно скорее, надеемся, разрешится У нас будет разговор про хобби, про добрые и приятные занятия Но один вопрос все-таки хочу задать А как ты следишь за этой ситуацией, которая сейчас разворачивается? Слушаешь радио, читаешь сайты, либо же наоборот абстрагировался, чтобы не слушать эти неприятные новости? Ну нет, в основном читаю, конечно, в интернете новости И очень много пишут про врачей И с этим хотелось бы сказать им огромное спасибо Выразить огромную благодарность за то, что они делают Это действительно какой-то нечеловеческий труд Они прикладывают огромные усилия Не только физические, еще психологические Приходится им многим жертвовать, семьями Жить, можно сказать, в больнице днями, ночами Не имея особого времени даже на отдых Поэтому они, можно сказать, герои нашего времени И сказать им огромное спасибо И, наверное, чем мы можем помочь? Это стараться соблюдать меры предосторожности Стараться соблюдать режим самоизоляции И поэтому надеемся, что вся эта ситуация как можно быстрее разрешится И снова можно будет жить в нормальном режиме Для них, я думаю, это очень важно и очень сложно сейчас в данной ситуации Да, очень на это надеемся А теперь переходим к вопросам, посвященным тебе, твоим хобби И просто всему тому, что ты делаешь Саша, расскажи, пожалуйста, как устроен твой день от начала до конца Какое время и место ты отводишь тренировкам И просто какими еще занятиями развлекаешь себя и своих близких В обычный день до всех этих событий Но начинается там часов, наверное, в 9 утра Подъем, завтрак И уже у нас сейчас проходят общекомандные тренировки В общем чате Периодически у нас меняются тренеры по физподготовке И так как у нас их несколько, вот поэтому выполняем различные упражнения Как кардио, так и общая нагрузка Как силовая тренировка Основное все свое время посвящаю ребенку, семье, занятиям, книжкам Читаем, играем, бегаем Мы все видели прекрасное видео, где ты играешь на гитаре Расскажи, пожалуйста, когда у тебя впервые в руках оказалась гитара И как часто ты с ней сейчас общаешься? Познакомился с гитарой давно уже Еще когда, наверное, первый раз Можно сказать, уехал так далеко Уехал в Шериф, в Молдавию играть И жил на базе один Было немного скучновато моментами Поэтому решил как-то совместить такое приятное с полезным Чему-то новому научиться Пошел, купил себе недорогую гитару И стал учиться по видеоурокам, по каким-то книжкам Старался, целыми днями сидел Переставлял какие-то базовые аккорды на гитаре И вот так со временем учился-учился Потихоньку, можно сказать, с мамочком Как часто сейчас берешь гитару в руки ты? И для каких целей? Может быть, себя развлекаешь, семью Укладываешь ребенка спать? Что делаешь? Ну, периодически, больше, наверное, это так сказать Для души бывает, что хочется какие-то там выделить Для себя 10-15 минут в день Могу там уйти в отдельную комнату Немножко поиграть, чтобы никому не мешать Ну и с ребенком тоже периодически достаю гитару Он так уже интересуется Пытается подпевать, поиграть что-то Вот поэтому так Надеюсь, что этот интерес к инструментам И ему как-то передастся со временем А что подпевает? Расскажи примеры песенок Что именно? Детские песенки поем с ним Очень любят бременские музыканты Очень любят из мультфильма «Летучий корабль» Песенки разные Вот поэтому такие детские песни учим Вот ему это очень нравится А если брать взрослые песни, которые поешь для себя ты Либо слушаешь, какие у тебя предпочтения? Скорее, какой-то русский рок, наверное Может быть, там «Би-2», «Сплинт», «Танцы минус» и «Земфира» В общем, ну и все российские исполнители такие Прошлого поколения, можно так сказать, немножко постарше Наверное, такие такие песни В общем, ты русский рокер, можно сказать Ну, я не русский рокер, но мне нравится такая музыка А есть ли у тебя такая песня, может быть, из русского рока, которая тебя сопровождает всю жизнь? Ну, из русского есть, конечно Но, наверное, такая песня, которая через огромное количество лет со мной прошла Так запомнилась, наверное, песня «Нирваны» «SMS Like Teen Spirit» Она так всегда в любой ситуации, когда хочется взбодриться Не знаю, хочется как-то немного оживить свой день, что ли Всегда на слушании, на состоянии, понимаете Я знаю, что когда ты жил в Екатеринбурге, ты ходил на местное ТВ И исполнял там на гитаре песню «Утесово» Расскажи, правда ли это и что это вообще за история? Как ты туда попал? Ну, да, было такое Единственное, не на гитаре Это было... Есть такой известный, знаменитый уральский дедушка рок Его называют Александр Пантыкин Вместе с ним пригласили на, можно как это назвать, съемки для новогоднего «Огонька» Мне было интересно попробовать, потому что никогда в таком подобном ни в чем я не участвовал Поэтому решил согласиться и, ну, можно сказать, не пожалел, было интересно А что еще из такой ретро-музыки тебе нравится? Ну, тот же «Утесов» есть, песни у него такие, которые, можно сказать, как гимн, не знаю, Муслим Магомаев Очень, очень, когда ты слышишь голос его просто, ну, действительно, как какая-то, ну, не знаю Такая сразу теплота и сразу настроение Абсолютно любое, оно может поменяться только в лучшую сторону Тогда расскажи про другие хобби Ты говоришь, что все время с ребенком, но наверняка на что-то другое тоже находится время Какие книжки читаешь, что смотришь? Или это все очень детское, потому что все с ребенком? Ну, детские книжки, конечно, тоже читаем, конечно Это одно из, наверное, таких очень хороших и правильных моментов обучения Вот, а что касается взрослых, ну, на данный момент, наверное, все книжки, которые я хотел прочитать, я изучал на сборах Потому что там было свободное время, было время на это сейчас Когда есть время, с супругой смотрим сериалы или какие-то фильмы И, не знаю, из последних просмотренных очень понравился фильм «Лев» Такой достаточно поучительный, можно так сказать Вот, поэтому, если кому-то понравится, заинтересует, можно посмотреть Ну, из книг, наверное, мне понравилась такая книга Написана со слов персонального тренера, известных баскетболистов, звезд НБА Вот, называется «Манифест великого тренера» Такая, ну, для общего познания этой профессии И вообще взгляда на то, как, почему великие баскетболисты становились великими То это интересно почитать Не знаю, ну, и общие книги, например, даже того же книгу мне дарил Эдуард Безуглов «Заряжено все сто» Я тоже ее изучал, было интересно Моментами полезно Здорово! Расскажи про ребенка, во что вы играете Может быть, в какие-то настольные игры играете Просто какие-то развивающие игрушки придумываешь ты ему? Не знаю, ну, нравится, ему очень нравятся там какие-то игры Ну, конструкторы, например, или какие-то игры, когда он очень любит животных Или, например, подражать, как готовит, как будто бы он шеф-повар Вот, поэтому так играем, развлекаемся, бегаем Также повторяет за мной те упражнения, старается повторять, которые мы делаем с командой по видеочату Он тоже становится рядом в силу своего возраста, что-то пытается сделать А ты, когда был маленьким, в какие игры любил играть? Похожи ли они на то, чем ты сейчас балуешь ребенка? Наверное, я был уже, конечно, постарше немного, но у меня была любимая настольная игра Где были карточки футболистов много-много Я все время составлял из них разные команды И вот этими импровизированными командами бросал кубики и выпадал в счет какой-то Я вот так играл, то есть разыгрывал турниры и какие-то там такие А у тебя там были футболисты из каких стран? Были футболисты сборной СССР, российские футболисты? Ну, наверное, это, не знаю, времен, когда в Манчестере играли Бэкхэм, когда играл Сколс А как ты скучаешь по футболу? В чем проявляется твое скучание по футболу? Может быть, ходишь по квартире и пинаешь мяч, либо просто пересматриваешь какие-то матчи? Потому что сейчас, когда времени стало больше, люди начали пересматривать те или иные футбольные матчи? Ну да, смотрел некоторые матчи по телевизору, которые транслируют, которые повторяют Конечно, по многим из них есть такая, можно сказать, ностальгия небольшая И по матчей сборных, и клубных каких-то таких больших матчей Что касается скучания по футболу, то, конечно, мы все соскучились очень сильно И хочется как можно скорее уже выйти Ну, то есть тренировки дома, они, конечно, полезны Но они никогда не заменят тренировку общекомандную на поле, когда все вместе И, конечно, у меня есть там несколько мячиков побольше, поменьше Стараюсь там жонглировать что-то, какие-то придумывать себе упражнения На том пространстве, в котором есть, там, не знаю, пообладить какие-то фишечки С ребенком также поиграться немножко мячиком, поэтому так как-то импровизируем Карантин, говорят, что это время для экспериментов, кто-то что-то новое пробует Попробовал ли ты что-то новое музыкальное? Может быть, какие-то выучил новые аккорды, сложную песню, новый жанр освоил для себя? Ну, я, в принципе, периодически у меня есть приложение на телефоне, когда какие-то песенки выходят новые Такие популярные, стараюсь поискать, может быть, кто-то из более музыкальных людей уже смог подобрать к ним аккорды И немножко попробовать поиграть Ну, такого, не знаю, редко когда-то там заучиваю песни именно так Я вот смотрю приложение и там по аккордам играю Ну, а из того, и вообще из хобби, наверное, только открыл себе то, что я там, в принципе, могу готовить и подходить к продуктам, да, немного Так, начальность, этап такой начальный, но немножко пробую Каким продуктам подходишь чаще всего? Овощи, йогурты, эскимо? Ты же не знаешь Ну, не, надо держать себя в форме сладкого по минимуму Стараемся, да, какое-то правильное такое питание вести, потому что все равно энергозатраты совсем другие, чем когда мы тренируемся Вот какие-то овощи, какие-то там, не знаю, полезные фрукты, ну, что-то такое более полезное Давай проведем мини-тестирование, представим, что ты остался с ребенком один В холодильнике жена ничего не оставила, и он говорит, хочу есть, что ты приготовишь? Так, ну, в принципе, он уже постарше, может много чего покушать Ну, также, наверное, каких-то овощей любит авокадо, не знаю, там, какие-то свежие, да, салат может там Яичницу может быть, ну, то есть вареное яйцо такое Ну, что-то, как минимум, перекус какой-то устроим, пока мамы дождемся Мы говорили про игры, в которые ты играешь с ребенком, в которые играл сам, когда был маленьким А в какие игры, именно настольные или игры вроде мафии, играют футболисты, когда, например, вы в сборной России собираетесь? Ну, вот перед чемпионатом мира у нас достаточно такой был, можно сказать, турнир, несколько игр, мы играли в что, где, когда Ну, есть там и какие-то, наверное, обзоры этого мероприятия Было и весело, и интересно, и познавательно, поэтому интересно Есть еще, например, на приставке такая игра, называется, как же, ну, в общем, тоже интеллектуальная игра, когда несколько человек заходят на телефонах И это все отображается на одном телевизоре, и вот все отвечают на вопросы, как бы А, типа квиза такого, да? Да, 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 такое, в общем, выясняют, кто самый интеллектуальный в команде Ну и как, ты самый? Самый-самый? Да нет, по-разному всегда, всегда по-разному там Все, кто, ну, а зачастую, не знаю, там, Дзюба в этих играх, он хорошо себя, как рыба в воде чувствует во всех таких головоломках То есть его вопрос, что, где, когда вообще, не испугать его? Ну, тоже, тоже было по-разному, и когда-то и выигрывал, и проигрывал, поэтому Это как в футбол, в принципе, не каждый раз ты выиграешь в любую игру Как не заскучать с любимыми людьми, которых привык видеть, там, несколько раз в день, утром, вечером, а тут вы уже три недели вместе Есть ли какой-то секрет от семьи Ерохиных? Да, наверное, секрета нет, это просто, в принципе, как бы, ну, я не скажу, что совместное времяпрепровождение у нас сильно изменилось Из-за того, что мы сидим вместе дом, потому что, в принципе, там, кроме того, что я, там, уезжаю на базу тренировку Приезжаю, и все остальное время, в принципе, также проводим всей семьей вместе Вот, ну, а так, конечно, какие-то совместные, именно, совместный труд, наверное, объединяет Когда вы, там, вместе можете готовить, или вместе убираться, или вместе, ну, любые, любые дела, которые стоит делать вместе Я думаю, что они всегда объединяют и всегда, как бы, не знаю, сдруживают друг с другом еще больше Саша, расскажи, пожалуйста, что доброго, хорошего у тебя произошло в последнее время Расскажи нам хорошую историю, чтобы мы улыбнулись Мое внимание и все, мое время связано это с семьей, с ребенком Сейчас он начинает, ему уже, там, два с половиной года, начинает очень хорошо разговаривать И это, прям, не знаю, для меня это как какое-то воодушевление Там, бывает, что иногда мурашки бегут, когда он, там, какие-то фразы такие сложные говорит какие-то Ну, то есть, задает уже много вопросов, много ему интересно, все интересно знать Поэтому, ну, для меня это просто, там, не знаю, какую-то радость наблюдать, как он растет, как он развивается Поэтому это самое-самое теплое, самое приятное, что сейчас со мной происходит Здорово, когда есть теплое и приятное Давай подарим немножко теплоты и радости нашим уважаемым подписчикам Потому что в аккаунтах платежной системы Мир и Тим Раша задавали тебе вопросы И давай отберем лучший, потому что есть ровно четыре вопроса, которые мы отобрали для тебя И чей вопрос тебе покажется наиболее интересным, тот получит форуму сборной России Мне кажется, очень хороший подарок Давай, начнем с первого вопроса Героем какой книги или какого фильма тебе бы хотелось стать? Ну, наверное, не знаю, мне очень понравился фильм «Кингсман» Именно если поставить себя на место героя То есть такие ребята, интеллигентные, в пиджачках, которые такие всегда на стиле В то же время они спасают мир, спасают там человечество от злодеев Вот поэтому, наверное, в таком каком-то современном фантастическом боевике, наверное, хотелось бы себе представить Переходим к вопросу номер два С игрой на каком музыкальном инструменте вы бы могли сравнить футбол? Ну, думаю, что, наверное, такая барабанная установка профессиональная Когда барабанщик, он постоянно меняет ритм, постоянно То есть, не знаю, даже если есть такой фильм, тоже недавно вышел «Одержимость» Когда там, то есть только там лучшие могут держать там определенный ритм, определенный там такт Вот поэтому, наверное, с игрой на барабанах, когда это все такое рваное, все такое То есть, как в футболе, это могут быть как качели двух команд И, то есть, никогда не угадаешь, как оно сложится и как оно будет Наверное, с игрой на барабанах Интересно, с барабанной установкой сравнить футбол С кем бы ты хотел играть в одной команде из звезд мирового футбола Как с действующими, так и с экс-звездами, если бы у тебя была бы такая возможность? Ну, из экс, наверное, назову Зидан Всегда был для меня примером Хави Из тех, кто сейчас есть, ну, наверное, это Месси Наверное, это из полузащитников тоже Роналду Потому что, ну, это действительно люди, которые всегда сдают тон Всегда многие на них равняются, многие смотрят, как они, можно сказать, задают стиль и моду в футболе Как он будет развиваться и как двигаться Ну, в общем, друзья, будете делать команду, берите этих парней к себе И заключительный вопрос Спрашивают, тяжело ли тебе на самоизоляции И как ты считаешь, кому быть тяжелее дома на карантине Обычному человеку, у которого работа не связана со спортом Мне же спортсмену, которому нужно пространство для тренировок, для беговой работы Ну, я думаю, что не просто всем И сложно сказать, что спортсменам именно, наверное Если обобщить вообще, в принципе, спортсменов То, наверное, сложнее в том, что нет возможности заниматься, да, своей профессиональной деятельностью Если нет там общекомандных таких мероприятий, тренировок, не знаю, игр То, к чему мы привыкли И то, что нас воодушевляет, вдохновляет всегда А так, конечно, я думаю, что не просто все Мы все сейчас переживают такой сложный момент в жизни Но, надеюсь, что, опять же, повторю, что хотелось бы, чтобы это все как можно быстрее закончилось И мы уже продолжили со своей стороны, как игроки, профессионалы, радовать игрой болельщиков И они могли безопасно посещать стадионы Такими были четыре вопроса, которые мы отобрали из большого количества вопросов от подписчиков Давай выберем тот, который понравился тебе больше всего И его автору мы подарим форму сборной России Ну, давай я выберу вопрос про сравнение спорта, футбола с музыкальным инструментом Это было красиво, и, как мы знаем, футбол больше всего у нас похож на барабанную установку Друзья, спасибо, что смотрели наш эфир Надеемся, что вы тоже будете играть на барабанах Будете играть на других музыкальных инструментах Будете играть по заветам Александра Ерохина на гитаре И, самое главное, будете дома саморазвиваться И делать все так, чтобы это пребывание стало полезным и приятным И именно об этом мы рассказываем в шоу платежной системы МИР и РФС Александр Ерохин был нашим сегодняшним гостем Саша, большое тебе спасибо и за твой позитив, и за твои советы И просто за то, что был сегодня с нами Спасибо тебе Вам тоже большое спасибо И надеюсь, все у тебя и твоей семьи будет хорошо Было приятно пообщаться После общения с Ерохином мы не знаем, что выбрать Гитару или же барабанную установку Оставайтесь дома и рассказывайте в комментариях, о чем же вы занимаетесь на карантине Автор самого креативного варианта получит подарок от РФС и платежной системы МИР До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok